всем привет друзья давно не виделись как ни крути а зима прошла незаметно пришла весна а это означает начало нового строительного сезона 2019 года в этом видео хочу рассказать о своих планах на этот строительный сезон что планирую сделать что уже начал делать также покажу состояние дома после зимы состояние бытовки пристройки состояние моих любимых штанов и на закуску сделаю экскурсию внутри дома планировки дома мембрана тоже в полном порядку в этом месте будет сама кухня ну а теперь давайте по порядку в обязательном порядке ставлю металлопластиковые окна буду делать канализацию сантехнику теплые водяные полы плавно перейду в электрику водоснабжение отопление а там уже дело подойдет к зиме помимо вышеперечисленного закажу скважину на воду сейчас занимаюсь поиском хорошей фирмы может кто подскажет хороших бурильщиков работающих в ростовской области буду очень благодарен также в планах сделать фундамент 6 на 3 для летней террасы и конечно куда же без септика септик будет сделан из бетонных колец и будет находиться примерно на расстоянии 3 метров от летней террасы как видите план работ колоссальный что из перечисленного получится осуществить покажет только время думаю в этом году скучно не будет поскольку соседи взялись за свои 12 соток и тоже задумались что-то строить теперь что касается состояние дома после зимы мне писали много комментариев что с таким фундаментом как у меня дом пойдет трещинами уже после первой зимы напомню что фундамент у меня ленточный мелкозаглубленный около 60 сантиметров находится в земле и 30 сантиметров в виде цоколя над землей я очень тщательно осмотрел весь дом периметр первого ряда каждое окно в области подоконника и потолка в общем чтобы вы мне верили не на слово я сейчас вам все покажу всем привет друзья с вас как всегда лайки господа итак начнем с окна для освещения двухмаршевой лестницы на второй этаж в нижней части окна как видите все в порядке напомню подоконный ряд у меня заармирован двумя прутками арматуры толщиной 8 миллиметров а верхней части всех окон и дверей идет замкнутый армопояс данный пояс выполняет роль оконных и дверных перемычек и распределяет нагрузку равномерно по всему дому здесь мы видим дверной проем кухонное окно с южной стороны второе северное кухонное окно на мой взгляд в строительстве из газобетона по-любому нужно делать армирование пускай не каждые три ряда но подоконный ряд в обязательном порядке нужно армировать если кто не понимает зачем нужно армирование почитайте технологию кладки газобетона там все четко и ясно прописано также в обязательном порядке должен быть замкнутый армопояс соблюдая эти два правила прописанных в технологии кладки вас ждет 50 процентов успеха а остальные 50 процентов будут в качественном фундаменте и проектирование например если вы планируете сделать трехметровый оконный пролет и изначально думаете сделать этот пролет с помощью металлических уголков без применения бетонных усиленных перемычек никакой супер фундамент вам не поможет от скорого проседания этой перемычки на окнах второго этажа тоже все в порядке привет ставьте лайки господа теперь давайте вместе обойдем весь периметр первого ряда блоков начну движение с восточной стороны перед началом кладки постелил гидроизоляцию в виде стеклоизола после начал кладку блоков на цементно-песчаную смесь после кладки первого ряда заармировал его двумя прутами арматуры 8 миллиметров аналогично оконному ряду южная сторона здесь будет великолепная летняя терраса и лишь на западной стороне есть две микротрещины которые появились еще в прошлом году как видите спустя год трещина осталась тех же размеров скорее всего они появились при усадке гидроизоляции северную сторону показывать вам не буду лучше покажу мои любимые строительные штаны с элегантными отверстиями с применением итальянской роскоши и щепоткой шика друзья я хочу провести опрос о том какие темы в обустройстве загородного дома вам более интересны кликайте в верхнюю правую часть экрана заранее всем спасибо за активность бытовка и пристройка перезимовали на 4 с плюсом летний туалет и душ немного покосило но это исправимо а теперь как и обещал проведем экскурсию внутри дома давайте теперь немного расскажу о планировке дом при входе с правой стороны у меня будет вот в этом месте санузел размер санузла будет метр сорок на метр восемьдесят получается здесь будет ванна стоять потом раковина и туалет за санузлом будет двухмаршевая лестница на второй этаж получается один марш площадочка будет и пойдет уже второй марш под лестницей будет проход вот такую небольшую маленькую комнатку здесь будет диван в углу будет стоять угловой шкаф такого плана и здесь будет подвесной телевизор скромно и со вкусом так теперь давайте перейдем в большую комнату это будет кухня столовая здесь будет стоять стол стулья для холодильника место здесь найдется вот с этой стороны будет кухня сама кухонная зона столешница длинная не знаю посмотрим как именно в этом месте будет стоять электрокотел внизу электрокотла будет смонтирован ящик коллекторный ящик для теплого пола возможно даже чтобы сэкономить место сам ящик коллекторный будем монтировать стену ящик точно не решил но возможно такой вариант будет также я уже начал копать траншею для канализации здесь получается будет слив от кухни ну здесь стиральная машина также в кухне будет стоять слив будет для раковины для стиральной машины труба пойдет сюда здесь соответственно будет туалет душ и вот отсюда с этого места уже пойдет выход напрямую на септик давайте теперь поднимемся на второй этаж на втором этаже вот у меня вот такая будет большая площадь тут 30 квадратов возможно поставлю перегородочку в этом месте но это я еще не решил что и как точно будет здесь но такая площадь получается временный прогон я еще не убрал он стоит вот он в этом году буду его убирать и получается я временный прогон уберу у меня получается крыша распорная будет многие говорят что стены раздавит там вот как видно в углах все в порядке напомню что здесь у меня замкнутый армопояс он полностью так вот идет по периметру маурлат крепится на шпильки а шпильки соответственно сам армопояс смотрите тоже трещин ничего нету все пока стоит не знаю может быть временный прогон когда я разберу тут все раздвинет ну я сомневаюсь все в порядке давайте другого смотрим здесь у меня уже балую потихонечку перевожу тут нет смысла показывать наверху над окнами тоже никаких трещин нету все в порядке внизу окон здесь получается у меня армопояс идет замкнутым по стропильной системе также протяну все гайки поскольку древесина усыхает и возможно нужно будет как следует это все еще раз протянуть мембрана у меня из оспан а q-пров кажется так она называлась так вот все выглядит вот эти все доски это я все уберу я их подкладывал туда чтоб удобно было ходить это все уберется по поводу как именно буду подшивать я еще не решил кипсокартона может быть еще чем-нибудь не знаю пока я еще точно не решил но утеплять точно буду в 200 миллиметров утеплителем твердым таким утеплителем не и в рулонах которые твердым ну в общем вот такая вот небольшая экскурсия получилась если у кого будут какие-то вопросы по какому-то узлу или еще что-нибудь пишите комментарии обязательно всем отвечу если надо будет сниму видео друзья как видите работ предстоит сделать немало если вам интересно продолжение подписывайтесь на канал каждый новый зритель мотивирует меня на создание более качественного и полезного видео по скрипту этот ролик посвящается моему отцу и 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